В Астане водный коллапс стал причиной многих бед. Почти тысячи семей в жару оказались вынуждены покупать питьевую воду. Набор в трубах слабый. Городское коммунальное предприятие повестило о графике подачи живительной влаги. Однако в некоторых жилых комплексах ее нет уже несколько недель. Без воды живут и некоторые министры. Материал Динары Нургалеевой. Путыльки набираем. Живем в таком веке называется. Каждая капля живительной влаги в доме Кульпары Хамидбековой на вес золота. Последние две недели в жилом комплексе Экспо Нью Лайф 2 нет воды. В девятиэтажке проживают около 600 семей. По словам жильцов, решить их проблему не может и застройщик. Домочадцам приходится заказывать водовозы. Но этой питьевой воды не хватает. Не моемся, если честно говоря. Не знаю, мы спасаемся, выходим куда-то к своим родственникам, бегаем в душ. Семья большая. Дочки отправила к родственникам. Днем они там, вечером, когда созваниваемся, воду дали, они прибегают. Вот здесь поливочный шланг у нас есть. И люди набирают здесь воду для туалетов, для технических нужд. Просто-напросто не накупишься правильно питьевой воды. Не знаешь, когда, в какой момент просто будет отсутствовать вода. А этот дом находится в центре левого берега столицы. Здесь уже около полугода больше 300 семей испытывают дефицит питьевой воды. В кранах нет напора. Насосную станцию в подвале дома обещают заменить. Но застройщик не торопится, говорят домочадцы. Поэтому порой приходится закупать бутилированную воду, либо набирать ее в специальных автоматах. У меня претензии ко всем. Я говорю, мне кажется, проблема просто на каждом. И у застройщика есть, и у Суарнасы есть. Ну, они, да, признали, да, у нас нехватка воды идет. Но я хотела бы, чтобы Якимат признал, что да, кто выдает вот эти разрешения на постройку. Тем временем астанчане получают сообщение от коммунального предприятия Астана-Суарнасы, где говорится, что из-за интенсивной застройки в столице наблюдается дефицит проектных мощностей по производству воды. И якобы набор в кранах будет подаваться по графику. Однако пользователи социальных сетей пишут, что воды в домах вообще нет. Ситуацию прокомментировали и члены кабинета министров. Я в Астане живу, как все астанчане. У нас тоже не бывает воды. А у меня есть вода, да. Есть проблема с водой в доме, в котором я живу. Но Аким столица обещал решить до конца лета. Ждем. Вода есть, но в некоторых районах столицы есть проблема. Об этом мы знаем. Поэтому Акимат этим вопрос заднется. По словам Иксакима Астаны, Алтая Кульгинова сейчас не стоит искать виновных. Проблему водного коллапса в столице решит дополнительный водовод для действующих насосных станций. Его запуск планируют на июнь. Заместитель премьер-министра полагает, что сейчас местным властям стоит приступить к строительству нового водовода с реки Иртыш, так как астанинское водохранилище не сможет обеспечить живительной влагой этот растущий город.